Сколько фонд должен подрать? Давайте цифрами не думаю переводить. Взятки часто предлагают? Раз в шесть лет каждый дом получает ремонт одного конструктива. Сейчас это уже не актуально. Это нереально. Нет, нереально оно было изначально. Это актуально, но нереально. Планы были. Сейчас Александр Юрьевич скажет нам лучше сделать качественно сейчас. Это же реальные цифры. Мы долго можем допрашивать. Здравствуйте дорогие телезрители. У нас программа управдом по скриптум. Традиционная наша программа, приложение к управдому, которое больше выходит в интернете. У нас сегодня в студии Александр Юрьевич Хомин, новый руководитель фонда капитального ремонта. Ну собственно руководитель фонда, но фонд вы давно работаете и знаете хорошо. Да, совершенно верно. С 2016 года я работаю в разных струнных подразделениях. Начиная от жилищного отдела, который именно занимается планированием, согласованием видом работы. Конкурсный отдел тоже был под моим руководством. Сейчас один из самых главных вопросов это финансовое оздоровление фонда капитального ремонта. Что же делать, когда подрядчик заключал договор, а собственно говоря с ним не рассчитались? Как это вообще система? Вот пройден ли этот пик и как это будет в дальнейшем работать? Как это будет исправлять? Здесь одним каким-то решением мы не обойдемся. Это комплекс мер, начиная от того, что уже заранее проведены мероприятия, в том числе по увеличению минимального взноса, по сокращению каких-то дополнительных видов работ, в том числе строительного контроля, который фонд возьмет в полной мере на себя. Подход к ценообразованию будет изменен, стандартизирован, в том числе у нас состав видов работы. В ближайшее время мы примем конкретный, чтобы это был понятен для всех, един. При этом сделаем акцент на более детальном обследовании и формировании уже конкретного подхода к конкретным домам. Может быть сначала это будет типология какая-то, а потом уже до конкретного дома. Типология это кто такой? Типология это кто? Типология квартирные дома у нас, так или иначе, мы их можем, грубо говоря, к одним классам, группам отнести. То есть это начиная от вариантов, когда это по материалам стен, по наличию инженерного оборудования, по этажности. В части оздоровления получаются у нас мероприятия, в том числе по работе разъяснительной гражданам, формирование, грубо говоря, способов оплаты, цифровизация. То есть мы сейчас с банками прорабатываем выброс на квитанции, у нас вышел QR-код. Ну и естественно, конечно, у нас категория граждан, которые вносят оплату, которые являются собственниками помещения, они разные. Поэтому мы постараемся предусмотреть, в том числе и для пенсионного возраста, который не так активно пользуется интернетом. Зачастую именно проблематикой неоплаты, когда задолженность накапливается, это является просто то, что гражданин, собственник на квартирном доме помещения, он может быть не знает о своих правах, в том числе и на льготы. То есть в средствах массовой информации будет прозвучить, что собственники, которые достигли определенного возраста, могут освобождаться от уплаты. И гражданин, собственник перестает вносить плату. А там немножко другой механизм, то есть плата собственникам продолжается вноситься, просто она компенсируется в дальнейшем. По категориям домов, поподробнее, Александр Юрьевич, что это даст для реализации программы? Мы хотим сделать, грубо говоря, максимально типовой проект к конкретному многокративному дому. То есть условно возьмем это, если, например, Ленинградка, какая-то девятиэтажная, то мы сразу по ней составим состав работ, подберем единые расценки. И материал? Ну, конечно, применяем в расценке, там в том числе расценка сама по себе состоит из работы и применяем материал. Если какой-то материал недостаточно, то материал дополнительно добавляется. Чтобы у всех сразу было понимание и у собственников, и у подрядных организаций, что в конечном итоге они будут делать. И максимально уйдем от проектов, которые мы будем покупать, нанимать у подрядных организаций. Потому что у нас есть за спиной 10 лет огромный портфель всевозможных проектных решений, технических. Мы их сейчас введем воедино и максимально, чтобы уйти от затрат. Спецсчета же по-прежнему не нуждаются в оформлении проекта? Ну, смотрите, спецсчета, в принципе, давайте, я бы здесь все-таки подходил именно с технической точки зрения и с требованием градостроительного кодекса. По моему мнению, и, конечно, согласно градостроительного кодекса, то есть если работы затрагивают несущие конструкции, или любые инженерные сети, или конструкции, которые отвечают именно за безопасность, за устойчивость здания, сооружения, многокративного дома, то здесь проектное решение и обследование, оно обязательно. Это какие виды работы? То есть любое усиление несущих конструкций. Ну, сейчас это исключили из программы на общем счете? Да, этот вид работы у нас исключен, но он исключен как отдельный вид, но в жилищном кодексе и также у нас в технических решениях, в проектных решениях сохраняется, и в жилищном кодексе нам это разрешено, то есть выполнить локальные участки, частичные усиления, то есть когда, например, на многоквартирном доме есть какая-то проблематика с одной-двумя, например, плитами покрытия, то есть фонд ни в коем случае от этого дома не откажется. После начала реализации программы уже сразу стало понятно, что финансово она в общем-то не обеспечена теми средствами, которые нужны для проведения полноценного капитального ремонта. Сейчас есть какое-то понимание, как ее нужно перекроить, чтобы ситуация нормализовалась? Количество многоквартирных домов запланировано изначально, то есть на старте региональной программы, и та финансовая обеспеченность, она действительно разнится, и у нас есть пакет предложений по внесению изменений в федеральное законодательство, которое позволило бы региональному оператору выполнять региональную программу под те денежные средства и в том объеме, который они есть. То есть сократить объемы? Да, то есть возможность, например, условно, у нас с законом о жилищном кодексе, статья 168, если не помню, не изменяет пункт 7.1, прописано, что краткосрочный план формируется под день. При этом краткосрочный план должен соответствовать региональной программе, а если количество в региональной программе в разы больше, нежели финансовая обеспеченность, то это основная проблематика. Поэтому у нас в настоящее время существует недоремонт, в том числе 2022 года. Лакомые дома уходят на спецсчета. Я приезжаю на некоторые девятиэтажки, Света может подтвердить, некоторые уже не знают, что делать, как в Москве, вот знаете, плитки перекладывают по тысячу раз, а двух-трехэтажные дома сброшены все на вас, на общий котел. Вот эти девятиэтажки, 16-этажки и так далее, которые хорошая собираемость, там управляшки, все, вот эти дома, они уходят на спецсчета. Это их право. Ну это вот я и говорю, вот закон так составлен. Как вот из этой сказуистики выбраться, я честно говоря, вот для себя не представляю, это вы вот предложение в федеральный центр, а какие? Дополнительное финансирование из бюджета федерации или из бюджета региона? Ну да, то есть вопрос именно о дополнительном финансировании, он у нас, конечно, звучит. Как сказать, одна из причин, почему у нас, грубо говоря, такая ситуация сложилась, это потому что долгий период времени не увеличился минимальный взрослый. Да, то есть, ну, получается, стоимость росла. Мы сейчас принимаем меры, направленные на увеличение тарифа, но чтобы это не было резким, да, а ежегодным это даст возможность и... Ну, поправка на инфляцию. Да, и с собственником предусмотреть свои затраты и какие-то изменения тарифа, они не будут, грубо говоря, значимыми для собственника, то есть это речь идет там... А то, что тариф увеличился, это подействовало, я имею в виду в качестве собираемости, в качестве наполнения кубушки? Да, конечно. Тариф у нас, получается, примерно осталось на том же уровне. За спиной у фонда там порядка 50% домов, которые хотя бы один раз прошли через региональную программу, то есть какие-то работы выполнены. Вот. У нас сейчас уже второй, грубо говоря, круг. Есть дома, которые... То есть уже прошел межремонтный период, и мы подготовим сейчас документы для, грубо говоря, обследования, для возможности проведения второго этапа, в зависимости, конечно, от тоже финансовой ситуации. А те подрядчики, перед которыми должны, они готовы работать? То есть в суд из них никто не идет? В суд у нас, то есть поводов для суда в настоящее время именно в части сроков оплаты нет, потому что у нас договором предусмотрено срок оплаты, там ранее был 12 месяцев, сейчас мы подобрали все комплекс мер, и у нас сейчас на сайте размещены электронные аукционы, срок оплаты, по которым составляет полгода. То есть это уже как бы показатели каких-то, ну, то есть оздоровление фондов, в дальнейшем мы планируем еще сократить этот срок до квартала. В настоящее время, как бы, да, интерес подрядных организаций... Опять есть? Да, присутствует, то есть последние электронные аукционы... Заходят на торги, а заходят новые подрядчики или те, которые все-таки опыт имеют? Я имею в виду, вот вы прекрасно помните, когда начиналось все это, тогда ремонт крыш был, мягко говоря, не на уровне. Сейчас вышли на хороший уровень, уже меньше нарекать, да мы по программе знаем, собственно говоря. Меньше обращение. Да, шквал был, жалоб, сейчас меньше. Вот эти опытные подрядчики будут... И требования же изменились, в общем-то, в принципе, требования, появился строительный контроль. Правильно? Появился строительный контроль, то есть пересмотрен подход к контролю, к качеству, контроль качества и материалов именно сотрудниками фонда. То есть организовываются там планы графики выездных мероприятий, контрольных на акты скрытых работ. Дополнительно у нас подрядная организация, так или иначе, то есть они сами пришли к тому, что лучше сделать качественно сейчас, чем через год, через суд со всеми потерями, да, периодическими, представительскими и тому подобным. То есть они должны выполнять эти работы, плюс это же, чтобы выполнить какую-то работу на смонтированной крыше, ее же нужно демонтировать, какой-то ее участок, да, то есть все неудобства, затраты кратно превышают те, грубо говоря, где они попытались сэкономить. В настоящее время, кстати, объявлен очередной отбор подрядных организаций для включения в РКПО Омской области. Ну это получается реестр квалифицированных подрядных организаций Омской области. С которым можно доверять. Да, то есть, которые имеют право участвовать в торгах. Да, то есть сейчас министерство, там целая комиссия, межведомственная. То есть фирма на дневных не пускает. Да. Подрядные организации были одно время в фонде, которые и работали на домах, и были подрядчики, которые у вас, собственно говоря, на договоре проверяли контроль качества. Да. Теперь от этого ушли, да. Во-первых, это дополнительные финансовые вложения. Это серьезные вложения. Да. Во-вторых, в тот объем домов, которые мы выполняем, мы сейчас можем самостоятельно, качественно проконтролировать и обеспечить наличие куратора на каждом доме. То есть, например, скрытые так называемые работы. Да. Когда у нас мы приезжаем на крышу, а там уже видим только защитный слой покрытия. А что под этим слоем, это вот как раз скрытые работы. Материал, что остальное. Да. В каком, как он уложен и какого качества, какого объема. Это все работа ежедневная наших кураторов, которые проверяют, выезжают, фиксируют, обязательно идет фото, фиксации. Взятки часто предлагают вашим работникам? Нет, такого нет. Нет. В фонде, да. Я уже вашему руководителю Владимиру Юрьевичу Шнепкову задал вопрос. Что же делать с этими бывшими общежитиями? Ну, формально кодекс жилищный так и говорит, что это такие же дома, простые жилые дома, как соседние. Но мы-то знаем, что определенный контингент проживает, который, собственно говоря, приспособился к нынешним, я не знаю, информационно-пиар-реалиям. То есть они ни за что не платят, а в аренду сдают, когда что-то обрушение, они все выходят, активно, так сказать, власть, давай. Вот что здесь делать-то? Главное подоплека, которую я вижу и которая продолжается. Мэрия говорит, фонд давай ремонтируй. У нас уже, по-моему, в прошлом году мы заслушивали доклад, вопрос этот рассматривался. И там порядка, по-моему, 25 миллионов фонд потратил на такие дома, а потом через полтора-два года, три, их расселяли. То есть признавали веткими аварийными, расселяли все равно. Есть региональная программа, есть закон Омской области, есть многоквартирный дом. И у нас, ну, у фонда нет какого-то разделения по... Домам. По домам, то есть это общежитие, бывшие общежития. У нас есть задача адрес в доме, есть дом, который нужно выполнить вне зависимости от контингента и, ну, и в настоящее время там собираемости. То есть здесь есть ряд мероприятий, которые мы сейчас тоже разрабатываем. Вопрос в том числе и министерством поставлен, то есть совместно с администрацией города Омска мы... Контактируйте. Контактируем, да, сейчас будем организовывать, ну, грубо говоря, рабочую группу, которая... Где она будет? При мэре, при губернаторе? Ну, пока мы ее в рабочем порядке, то есть мы сейчас обменяемся теми возможностями, да, информации, которые у нас есть, потому что мы, так или иначе, фонд выходит, обследует. То есть на такие дома у нас, конечно, уделяется более детальное обследование. То есть, ну, визуально можно понять, грубо говоря, давайте уйдем от понятия общежития, вы должны называть его квартирным домом. То есть при визуальном осмотре любого квартирного дома. Общего я называю, бывших общак, то есть мы выезжаем, и если видим визуально, что дом, ну, грубо говоря, в неудовлетворительном техническом состоянии, то есть более детальное обследование в зависимости от привлекаемых администраций, то есть и возможности, есть ряд программ, то есть работа ведется, в итоге я готов доложить позже. Ну, вот у нас, например, в настоящее время там общежитие, квартирный дом, по-моему, адрес мира 167Б, тоже неоднократно была проблематика. То есть в настоящее время на доме реализуются мероприятия администрации города Омск именно по усилению несущей конструкции. При этом региональным операторам уже разработана проектная документация на капитальный ремонт крыши. Вы сейчас говорите, что некоторые дома выходят на второй этап реализации программы, то есть им будут ремонтировать уже второй конструктивный элемент. Изначально планировалось, что региональная программа строится таким образом, что раз в 6 лет каждый дом получает ремонт одного конструктива. Сейчас это уже не актуально. Это нереально. Нет, нереально оно было изначально. Это актуально, но нереально. Планы были, и изначально программа именно так строила. Сейчас Александр Юрьевич скажет нам. Да, такие дома есть, но финансовая ситуация нам пока не позволяет в полной мере исполнить реализацию региональной программы, над чем мы работаем. И я думаю, в дальнейшем, так или иначе, если будет приниматься комплекс мер от всех участников этих, начиная от собственников, администрации, муниципалитета, конечно же фонда и правительства, как субъекта, так и федерального, то я думаю, в ближайшее время есть большая вероятность, что мы выйдем на показатели региональной программы, которые будут близки к 100%. Ну, в ближайшее время это не год, не два. А сколько это? Ну, 100% реализации программы в этом году, сколько домов у вас по плану? Это же реальные цифры? Конечно, то есть для фонда любое количество домов реально, если на это есть средства, финансовая возможность. Отлажено, отточено, то есть, да, мы собственники уже понимают, когда мы делаем предложение, что оно приходит на оборотной стороне квитанции. Мы в СМИ печатаем, да, на сайте размещаем, то есть порядок действий они уже знают. А, ну это то, что мы с вами педалируем сейчас в программе Управдома. Да, то есть нам нужно именно получить решение собственников, то есть здесь тоже хотел бы обратить внимание именно собственников, что их решение в настоящее время для нас очень важно, потому что когда собственники не принимают решение по законодательству, за это решение такое принимается администрацией, региональному оператору очень сложно взаимодействовать. Так или иначе, мы же это делаем для улучшения жилищных условий именно граждан. По контролю в этом вопрос. Нам очень, да, то есть так или иначе, мой сотрудник не может ежедневно там находиться, а жители там, то есть мы обмениваемся контактами. Ну в общем парадоксальная ситуация, у нас много тех, грубо говоря, да, кто ноет все время, а когда у нас ремонт, а когда у нас ремонт, но когда касается общего собрания жильцов, вы проведите это собрание, вы вынесете решение, что ремонтировать-то, и идите в фонд. Вот, дорогие телезрители, у нас получается многое зависит от вас. Ну вот затягивают, у нас всего сколько провело собрание-то сейчас уже? Ну сейчас 30% надо доставить. Ну тут элементарный вопрос, что нужно обращать внимание даже на квитанцию, да, потому что предложение регионального оператора приходит на обороте квитанции. И здесь уже будет понятно, что ваш дом в этом году будет ремонтироваться. Да, у нас есть структурное подразделение, которое напрямую занимается разъяснительной работой, протоколы, проекты протоколов выдают. Смотрите, ну принятие решений собственниками – это процедура обязательна по жилищному кодексу. А вот мы с вами до этого говорили, что есть какие-то процедуры, которые вы бы хотели на должности директора, ну как-то делать проще, да, избавляться от этой самой бюрократии. Да, что вот имелось в виду? Да, то есть получается мы сейчас внутри как бы структурного подразделения фонда уберем ряд мероприятий, которые затягивают их работу. То есть это, например, служебная переписка, тем самым переформатируем немножечко подчиненность отделов, чтобы они не были под, грубо говоря, одно мероприятие не распространялось на два. То есть мы их объединим, в части у нас тоже была и в настоящее время сохраняется проблематика, ну это вот подрядная организация, поступают сигналы, когда подрядная организация сдает пакет документов, да, он у нас проверяется, ну грубо говоря, немножечко с нарушениями тех сроков, которые у нас указаны в договоре. Вот, то есть мы сейчас подобие службы одного окна, когда подрядная организация сдает пакет и в течение короткого времени, то есть проходит первая камеральная проверка на состав, получает какие-либо замечания. В дальнейшем пропишем процедуру и прохождение согласования этой документации, чтобы максимально снизить временные потери, ну тем самым и дать подрядной организации понимание о конкретных сроках оплаты или нарушениях и упущениях, которые они допустили при формировании. Вот, кстати, если собственники не примут решения, за них будет принимать администрация. Ну да, замолчунов в администрации и вперед. Напоминаю, что это была программа Управдом по скрипту, ее ведущий Владимир Казань и Светлана Мельниченко, Александр Юрьевич Хомин, директор фонда, теперь уже утвержденный, правильно, прошедший все процедуры. Ну, будем с вами контактировать и я думаю, что вы человек открытый. Ну, а на этом программа Управдом заканчивается по скрипту. Спасибо, Владимир, спасибо, Александр Юрьевич. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»